Всё, что сделал Отец, я сумею всегда повторить. Вот это называется вера. То есть, другими словами, вера — это очень глубокое чувство, которое возникает кому-то, кто является реально личностью не такой, как мы. Ну то есть, эта личность имеет очень колоссальные качества внутренние, которые нельзя скопировать, сымитировать, и они очень сильно вдохновляют. И если отец или мать такие качества имеют, то тогда сын всю жизнь будет почитать таких родителей. Поднимите руку, у кого хотя бы один родственник, обладая такими качествами, вы в сердце почитаете этого человека очень сильно. Видите, вот это признак того, что вы в прошлом имели очень благочестивую жизнь. Если человек в прошлой жизни верил в себя благочестиво, он в этой жизни хотя бы одного родственника получает, который владает такими удивительными качествами. И одна женщина ко мне где-то вот тоже на Урале, в каком-то городе, может быть, здесь подходила и говорила, что «Олег Геннадьевич, а можно ставить на алтарь изображение своего родственника?» Я говорю, ну, можно в том случае, если он является святым, если он монах, там, ведет чистую жизнь и как бы всю жизнь молится Богу. Она говорит, у меня вот именно такой родственник. То есть он монах, он жил как монах, он всю жизнь молился Богу. И он, как бы, все его считают очень возвышенной личностью. Я могу на алтарь поставить его изображение? Сам Бог велел вам поставить его изображение, потому что он является вашим ангелом-хранителем. Он тот человек, который сейчас на небе, который защищает вас от всех бед и который несет вам удачу. И это неспроста, потому что вы когда-то до этого сами так пытались жить и получили такого родственника в качестве награды. Поэтому не надо требовать от своих детей слишком много. Вот смогли вы вести себя правильно с ними, так, чтобы они вас начали хотя бы прислушиваться к вам, то тогда вот настолько вы их сможете воспитать. Потому что воспитание это не муштра, понимаете. Воспитание это изменение разума человека. Допустим, если вы будете слушать мои лекции, и у меня что-то есть внутри, столько, сколько у меня есть внутри, и столько вы можете перенять. Ничего больше нельзя сделать. Вот, допустим, отец говорит, я хочу, чтобы мой сын никогда не матерился. И он дома при сыне не матерится, этот отец. Но сын тоже дома не матерится. Точно так же, как отец матерится только на работе, сын только на улице матерится, понимаете. Вот насколько ты как бы можешь, настолько и получишь. Не надо ждать от своих детей чего-то большего, потому что они точно копируют не слова человека, понимаете. Были такие куклы Барби, что ли, называются. То есть это в Америке проводили такое исследование, когда эти куклы для детей, они одно говорили, а что-то другое делали. И дети копировали только поведение. Все, что куклы эти говорили, им было до фени. А вот все, что они делали в жизни, то они и повторяли. Это доказывает, что ребенок копирует жизнь родителей, а не их слова. Можете говорить им все, что угодно, но именно, что вам нравится делать по жизни, то и вашим детям будет нравиться делать по жизни. Поэтому вы не сможете обмануть их жизнь, их судьбу. Бывают случаи, когда дети протестуют против родителей. Допустим, родители алкоголика, сын решил идти другим путем, он встает против этого всего. Такое может быть. И ребенок может победить судьбу своими силами. Но если отец алкоголик, ему нечем помочь своему сыну. То есть для того, чтобы помочь, нужно самому себя сначала поменять. Вот этом заключается понимание, что такое воспитание человека. Все остальное это просто ерунда. Часто люди говорят много о разных техниках. Понимаете, самая главная техника это вера. И вера у ребенка в родителей, она натуральная. То есть ребенок копирует своих родителей, но часто со знаком минус. То есть он не любит своих родителей, протестует против них. А протест это то же самое. Вот допустим, если я протестую против отца пьяницы, то я тоже буду пьяницей. Понимаете, потому что протест приводит к такому же результату фактически. Как это работает, сложно объяснить. Но это работает именно так. Вот допустим, если я протестую против родителей, которые ругаются, то я тоже потом ругаюсь. Ну допустим, если я протестую против мамы, которая унижена всегда в отношениях с отцом, это значит, что я буду злиться на свою жену, как папа вести себя. А если я протестую против папы, который всегда злится на свою маму, то я буду вести себя так же, как мама. То есть кто-то на меня будет злиться. Понимаете? Другими словами, как бы это замкнутый круг. Здесь нет выхода. Выход только в одном. Если ребенок своей духовной практикой побеждает злобу на своих родителей и просто принимает их, прощает и таким образом полностью побеждает свою судьбу. Потому что если говорить о судьбе, то смотрите, здесь есть три фазы жизни. Первая фаза называется предупреждение. Вот допустим, девочка смотрит, а у нее папа с мамой ругаются. Что это значит? Это значит, что Бог ее предупреждает. Это твоя судьба. У тебя тяжелая семейная судьба. Смотри и учись так не делать. Вторая фаза жизни. Это уже твоя жизнь. И третья фаза жизни. Это жизнь твоих детей. Что это за третья фаза жизни? А третья фаза жизни говорит тебе, смотри теперь, опять смотри. Все, что ты не смог сделать в своей жизни, ты за это будешь наказан через своих детей. Все, с чем ты не справился в жизни, ты за это будешь страдать, потому что ты с ними ничего не сделаешь. Они будут через свою жизнь тебя наказывать. То есть, первая фаза предупреждения, вторая жизнь, третья наказание. Дети это наказание, родители предупреждения, а мы это наша жизнь. Так устроена судьба. И как, допустим, помочь детям, которые наказывают нас тем, что мы не справились с этим в своей жизни? принять это все. Опять принятие. Принять детей такими, какие они есть, и тогда ты сможешь им помочь. Но если ты бунтуешь, как бы нервничаешь, психуешь, боишься за них, то ты не поможешь им. Прими судьбу своих детей, успокойся, и потом помогай. Следующая тема, которую мы с вами должны серьезно изучить, это тема в целом строения человека с точки зрения деятельности. Потому что эта тема очень важна. Часто здесь очень много путаницы происходит. Вот смотрите, как бы, есть способы действовать. Вот, допустим, есть певцы, и они все поют по-разному. Кто-то поет экспрессивно, кто-то очень меланхолично, кто-то поет очень, допустим, пессимистично, кто-то флегматично, и так далее. Понимаете? То есть способы действовать, это эмоции. И с точки зрения эмоций, здесь есть всего четыре конституции человека. Первая конституция, это сангвиники, это люди, у которых эмоции очень позитивные и сильные. Это от природы человеку дано, он такой позитивный, сильный всегда. Сангвиник. Вот. Вторая конституция называется холерик. Это слабый человек, то есть это сильный человек, но не позитивный. Холерик, то есть он как бы всех достает. Ну то есть сангвиник, он всем приносит счастье. Но холерик, он очень активный по природе, но у него нет позитива. Он доставальщик такой, он мучает всех своей активностью. Везде лезет, все что-то хочет понять, узнать, взисует свой нос. Так работают его чувства, эмоции. И поэтому его никто не переваривает. еще как бы говорят, ты тректируешь меня? За них, а лерики они тректируют всех своим присутствием. Им с ними тяжело рядом находиться. Вот. Третья конституция эмоциональная, это флегматики. Флегматика это человек, у которого он как бы у него слабая эмоциональная конституция, но позитивная. То есть он так, он добрый человек такой, но медленный, чувство медленное. То есть он как бы не может быстро среагировать. Ну, допустим, я когда лекции читал в Таллине один раз такой. Был, когда первый раз туда приехал. Ну, там флегматично устроены люди. И как бы я шучу с ними, шучу такие. Они сидят смотрят на меня. Я думаю, блин, ну что, неужели не смешно? Я уже сам обкатываюсь уже. Вот. И так лекцию все читал, читал. Потом одна женщина после лекции подходит ко мне такая и говорит, Олег Геннадьевич, такая смешная лекция. Я так смеялась, так смеялась на вашу лекцию. Но они, оказывается, смеются внутри себя. Это незаметно внешне. Я просто этого не знал, что так бывает. Вот. Это флегматики. То есть они позитивны, но ты не заметишь, что они в хорошем настроении находятся. смеялся. Есть меланхолики, то есть это слабые и пессимистичные люди. То есть они всегда такие печальные, всегда что-то у них не так, что-то вот. Пропала Мальвина невеста моя, сбежала Мальвина в чужие края. Меланхолик. Это эмоции. Может быть меланхолик директором завода. Может быть, а что? Потому что это просто чувство. он может допустим говорить, что у нас все плохо на заводе, но при этом у него на заводе будет все нормально. Понимаете, это просто его оценка такая. Ну как бы конечно тяжелее ему будет, чем сангвиник. Но сангвиник иногда преувеличивает все. Есть такие вещи, где лучше быть допустим флегматиком, например хирургическое отделение. Когда человек умирает уже, все нормально. То есть продолжаешь операцию. а если там холерик, то там ничего не получается. Вот. И все. Тогда будет хуже. Поэтому везде как бы эмоционально конечно есть специальности, где такие эмоции лучше, где такие и так далее. Запомнили? теперь следующий вид конституции человека это конституции, в которой человек имеет разные профессии. Понимаете? То есть кто-то, у кого-то природа лечить людей, у кого-то природа рисовать, у кого-то танцевать, у кого-то допустим природа с детьми что-то делать и так далее. Понимаете? Это называется умственная конституция. И в умственной конституции есть тоже свои законы. Их много этих умственных конституций. Все они копируют энергию умственной деятельности ангелов, которые живут на высших планетах. Нам это трудно понять, но в целом как бы люди они имеют вот такие вот как бы ну такую природу, которая копирует вот каких-то очень сильных личностей во Вселенной. Не буду вам это подробно рассказывать, это очень сложно, но в целом вы должны понять, что если у вас есть склонность допустим что-то конкретное делать, то это природа ума. Ну допустим лечить людей или допустим фигурным катанием заниматься. Понимаете? То есть это природа ума. И люди часто это путают с предназначением человека. Это не предназначение человека. это его способности. Допустим какой специальностью вы выберете это ваши способности, это не ваше предназначение. Там не будет глубокого счастья, там будет просто все получаться. Понимаете? У вас все получается, я вот лечу, у меня все получается, но счастья нет. Деньги есть, все получаются, счастья нет. Почему счастья нет? потому что для счастья, чтобы человек имел счастье, нужно, чтобы разум включился. А разум часто у людей вообще не включен. Понимаете? Потому что включенный разум означает, ты меняешь свою жизнь. Включенный разум означает, ты работаешь над собой. И вот только в таком состоянии человек может испытывать счастье от своей деятельности. Иначе он может уметь что-то делать, деньги получать, но счастья не будет, потому что есть четверть, третья категория предназначения. Есть эмоциональная природа, есть умственная природа. Допустим, врач может быть сангвиником, холериком, меланколиком, флегматиком, понимаете? И все, он может быть успешным во всех этих конституциях врачом. Эмоции не влияют сильно на успех. Это просто акцент личности определенный. На успех влияет именно на развитие разума, потому что даже природа ума не является признаком успеха. Допустим, человек любит лечить, но это не факт, что он будет хорошо лечить, потому что для того, чтобы хорошо лечить, надо иметь сильный разум. Итак, есть природа разума. У природы разума есть четыре конституции всего. И эти четыре конституции связаны с тремя центрами разума, которые есть у человека в жизни. Мы с вами на самой первой лекции о них говорили. Центры разума это такие зоны, которые отвечают за восприятие мира. Вот мы сейчас не с позиции мужчина-женщина говорим, а с позиции взаимоотношений с социумом. Вот смотрите, когда человек в своей жизни верхний центр разума, который отвечает за знания, он включен у него по жизни, самого рождения больше всего, а это природа разума или предназначение человека не меняется в течение не только одной жизни, а многих жизней. Представляете, это копится многие жизни в человеке. Предназначение человека копится многие жизни. И это называется конституция разума. Я вам сейчас на тонком плане рассказываю, что это такое. У человека есть три светофорчика разума. Первый светофорчик сильно горит, второй наполовину, третий спит, нижний. Самый верхний светофорчик назначает знание, человек верит, что знание спасет людей, спасет мир, людям больше всего на земле нужно знание. На втором месте горит светофорчик связан с любовью. Это значит, что я с любовью хочу подарить людям знание. То есть это первая категория называется по-русски допустим ученый. Ну так можно так назвать ученый. Или кто это такие люди? Они могут быть любые специальности иметь, абсолютно любые. Может дворник быть ученым. Понимаете? То есть он подметает метлой как бы и чем он занимается в это время? он создает научный процесс подметания двора. Потом он может изобрести какой-то аппарат, который подметает двор. Или технологию как подметать лучше. Потом других дворников будет обучать. Скажет смотри сынок как надо подметать. И будет обучать правилам подметания двора. Ну то есть это ученый по природе. Вот. Что это за природа такая? Есть специальности, которые сильно эту природу занимают. Это преподаватели, допустим, юристы, тренера, священники, врачи, лектора, ораторы там всевозможные политруки, допустим, там и так далее. То есть люди, которые воспитывают, обучают других людей, ученые вообще, вся наука, научные все лидеры, люди, которые занимаются наукой. Это все первая категория людей. Следующая категория, я сейчас кратко просто вам расскажу, как светофорчики работают, чтобы вы не путались, а потом расскажу глубже, как работает природа каждой из них. Вторая категория людей. Средний светофорчик включен на полную мощность, верхний наполовину и нижний спит. То есть это означает, я хочу не знание спасет мир, а любовь к людям спасет мир. Какая любовь? любовь научная, то есть верхний светофорчик тоже включен, любовь правильного устройства жизни людей. Что такое правильное устройство жизни? Это управление. Понимаете, то есть вторая категория людей, это управляющие, то есть это люди, которые хотят, чтобы все было правильно. вот допустим первая категория людей, они хотят, чтобы все было правильно? Нет. Они людям дают возможность совершать ошибки. Они прощают грешников первой категории, вторая категория прощает грешников. Нет. Вторая категория наказывает грешников. Понятно, да? Потому что грешник это тот, тот делает все неправильно, он разрушает социум. Он не должен жить в социуме, его изолируют от социума. Вторая категория. А первая хочет его исправить. В этом противоречие. Поэтому первой категории люди не должны управлять обществом. Они всех разбалывают. не всех прощают. Всех воспитывают. А человеку надо наказать уже давно пора, понимаете? Он допустим кого-то прирезал, ему говорят, ну ты понимаешь, что ты неправ. Ну нельзя резать людей. Тот говорит, ну да, конечно, понимаю. Он говорит, ну смотри у меня. Понимаете? Еще одного зарезал. Ну ты что? Ну ты же сказал, что понимаешь. Тот говорит, ну как-то так вот не сдержался. Понимаете? Ну как же так, я тебе верил. Вот. И так далее. Понимаете? Это бесконечность. Потому что первая категория люди верят в то, что человек может поменяться. А вторая категория не верит в то, что люди могут поменяться. Они верят, что человека можно силой поменять. То есть они когда говорят, вот когда мы тебя посадим, тогда ты поменяешься. Они верят, вот вторая категория в это. Третья категория людей. Средний светофорчик работает на полную катушку, верхний спит, нижний включен наполовину. Нижний означает самосохранение, самодостаточность, людей, богатство, возможность жить нормально. То есть верхний светофорчик означает надо, чтобы люди были счастливы. А нижний светофорчик добавляет, это значит, что у них должны быть деньги, то есть достаток. То есть не у них должна быть власть, и как бы все порядок в стране должен быть. Деньги должны быть, благосостояние. Это третья категория людей, их назовем бизнесменами. То есть есть ученые, есть правители, есть бизнесмены. Это те люди, которые стремятся к достатку, чтобы все было нормально в жизни, чтобы были холодильники, стиральные машины, как бы еды хватало и денег в жизни. Четвертая категория, это когда нижний светофорчик работает на полную катушку, а средний на половину. Это значит, что человек очень сильно беспокоится именно о своей включенности в жизни. И он хочет это делать для людей. То есть другими словами, это люди по-другому называются творческими людьми. Или людьми, которые хотят что-то в жизни делать, любимое дело. Ну то есть, понимаете, первая категория, знание спасет мир. То есть неважно любимое дело или нелюбимое, главное, чтобы люди получили знание. Второе, управление. Иногда человек говорит, я как червяк в испражнениях управляю. Но при этом продолжает управлять. Может быть не сильно любимое дело, но это спасет людей. Третья категория, бизнесмен. Может быть ему бизнес тяжело но он менее занимается, потому что это дает деньги. Но четвертая категория, никогда не будет заниматься тем, что им не нравится. Вот в этом отличие заключается. То есть они делают только то, что им нравится. Это люди, которые творчество или свое желание что-то делать ставят на самое первое место в своей жизни. И нельзя сказать, что они хуже других людей в этой четвертой категории, но тем не менее следует сказать, что они не являются лидерами в обществе. Ну то есть допустим Микеланджело хуже других людей или нет? Микеланджело это феноменальная личность, которая делала такие скульптуры, что люди плакали, глядя на них. Понимаете? Но при этом он не был правителем, не был бизнесменом, не был ученым. Он просто был скульптором. Точно так же допустим человек может быть мастером по дереву или еще кем-то, то есть он может иметь какую-то выдающуюся специальность, но при этом он не управляет другими людьми, не управляет процессами в обществе. Вот в этом различие между первыми тремя категориями и четвертой. И чем выше категория, тем меньше людей, которые развиты в этом. Понимаете? Следует знать, что неразвитая первая, вторая, третья категория также являются четвертой. Ну допустим, если человек у нее природа ученого, но он не развит, то он может быть и второй категорией заниматься деятельностью, и третьей, и четвертой. Если человек по природе допустим руководитель, но он не развит, он может или торговлей заниматься, или деятельность по своей природе. Если человек по своей природе бизнесмен, то он может заниматься или бизнесом, или любимым каким-то делом. Но если человек бизнесмен, он не может управлять людьми понимаете это выше его возможности если человек правитель он не может учить наукой заниматься потому что это высшие возможности но другими словами человек может все что ниже находится делать но при этом не надо думать что ученые это самые главные самые лучшие люди в обществе это неправильно так думаю все как бы четыре категории равны потому что но при этом одни как бы более значимы в обществе чем другие приведу пример веды объясняют что если говорить о развитии культуры и жизни в обществе то она всегда идет в сторону святости и при потере святости также теряется сила управления или сила благочестия общества или возможности жить счастливо приведу пример в древней культуре самыми важными людьми в обществе настолько важными что их слушали даже правители всегда являлись ученые или святые люди следует знать что святые люди в том обществе отличались очень сильно от того что мы видим сейчас перед собой потому что они огладали колоссальным могуществом влияния на людей ну то есть другими словами если правитель не хочет жить по священным писанием правильно и он начинает людей вести в сторону греха вот этот вот святой человек приходит к нему и говорит слушай давай живи правильно тот говорит а чё я тебя буду слушать буду жить как я считаю нужным я тут всея страна правитель понимаешь и тот говорит я понимаю но если ты не будешь ну жить по священным писанием то я тебя накажу и тот говорит как ты меня накажешь я могу по-разному тебя наказать я могу уйти из твоей страны и у тебя прекратятся дожди я просто вам расскажу пример из священных писаний один такой святой ушел из его страны просто вышел за пределы и там перест засуха на много лет понимаете вообще ни одного дождя и все нафиг накрывается представляете если сейчас два года не будет ни одного дождя у нас стране что будет дальше просто голод и мор понимаете страшная ситуация вот второй вариант другой святой человек просто произнес определенный звук и этот царь упал замертво и потом этот святой нашел другого царя поставил его управлять третий вариант святой человек наказал просто царя и так далее ну то есть есть разный вариант один святой так разгневался на правителей что уничтожил всех правителей нескольких странах вообще есть такой пример и нички кто с ним ничего на него армия целая шла ничего не могли сделать уничтожал всю армию святой человек может уничтожать людей просто звуковыми вибрациями представляете какая сила может от него исходить ну то есть это все описано в ведах ну то есть а понимаете в те времена правители подчинены были святым людям поэтому была святость правила миром понимать люди все жили по законам бога это была древняя культура потом древняя культура деградировать начала потихоньку и в результате самыми сильными людьми в обществе стали правители но с точки зрения как бы истории это называется феодальный строй но тоже на вид феодальный строй это значит что правитель хотел то и вытворял вот на его территории он свои государства законы устанавливать дальше ему никто не судья то есть все люди боялись правители то есть мы даже можем видеть пример допустим 300 400 лет назад допустим слуги правители там всякие там допустим опричники там ходили с шашками прямо и могли зарубить человека наказать его смертью прямо но по своему желанию и они за это не были наказаны понимать то есть они могли наказать человека прямо на месте такие были законы очень суровые поэтому правители и их подопечных очень боялись люди потому что им страшно было даже рядом с ними находиться потому что можно было лишиться жизни вот дальше следующий этап это бизнесмены захватывают власть мы сейчас на этом этапе находимся то есть когда ученые как бы управляют миром тогда священное писание управляет миром это святая жизнь когда правители управляют миром то порядок есть и есть законы очень твердые люди поэтому есть как бы защита есть сила государства и люди поэтому защищены живут очень защищенно есть какие-то правила жизни есть какие-то принципы часто цари они как бы за нравственность может быть они не слишком религиозные но по крайней мере они достаточно сильно нравственный но когда управляет бизнес людьми то тогда нравственность до свидания то есть люди начинают жить безнравственной день жизнью деньги решают все понимать связи то есть бизнесмены живут за счет связи отношений отношения связи решает все то есть нравственные законы по барабану и все остальное по барабану вам интересно нет теперь следующий вариант когда самая нижняя категория как бы людей становится править управляет миром это значит что кто стал ничем то станет всем то есть мы нашим и новый мир построим вот то есть рабочие крестьяне становятся главными всех ученых расстреливают всех правителей высылают ссылку то есть все все вот это вот литу как бы общество вырезают или переформировывают в подчиненных к рабочему классу то есть рабочий класс самый крестьянский рабочий крестьянский класс самый крутой все остальные так себе вот это уже ну вот мы видели в нашей стране этот эксперимент ну то есть другими словами даже с точки зрения этих четырех конституции даже весь мир видите он меняется в зависимости от того какая система ценностей ценностей ученых ценностей правителей ценностей бизнесменов или ценностей рабочих или творческих людей преобладает в мире так и весь мир живет представляете какая колоссальная это сила потому что эта сила связана с разумом или с образом мысли мышления людей такая-то мощная сила и так давайте качество теперь человека который испытает счастье в жизни будучи человеком который склонен к научному познанию мира и к тому чтобы помогать людям обрести знание как правильно жить ну давайте приведем пример допустим как в разных специальностях могут эти четыре категории помещаться я вам говорил что специальности это не природа человек давайте разберем допустим человека специальность врача первая категория это врач который дает людям знание это я вторая категория директор больницы он врач врач главврач он сам лечит нет я сам лечу людей нет я просто даю знание 2 категория тоже не лечит третья категория это кто этот врач который гербалов то есть он торгует лекарствами и зарабатывает на этом деньги тоже врач но при этом он кто такой он может быть допустим аптека в аптеке у него своя аптека допустим торгует вот и четвертая категория врача это тот кто лечит это врач собственно точно так же везде и в официальных во всех делах но есть вещи которые как бы тут уже ничего не сделаешь например если человек директор завода то он должен быть по природе руководителем иначе он завод просядет если допустим директор завода ученый по природе то очень много технологические процессы будет развивать с прожектерства то есть сильное видение как бы как мы будем развиваться вперед огромные деньги на развитие и коллектив есть по нулям как бы вообще не не управляется коллектив кто работает чем заниматься чем хочет и полный бардак понимать вот третий вариант бизнесмен допустим становится директором завода он не может управлять людьми он может только сделки делать и бизнесмен он просто как бы он авантюрист то есть он не смотрит на длительное развитие завода а вот сейчас то что можно сделать он делает хорошо а остальное все у него летит в таран тары ну естественно если человек по природе просто рабочий допустим творческого труда и он стал директором завода то но вообще не бум бум в управлении и все разваливается есть специальности в которых целые отрасли как бы целая зона определенной категории людей создается например армия это огромное количество людей которые имеют одну и ту же природу это управленцы то же самое милиция вот допустим взять самого милиционера что ни на есть не главного да но он как себя ведет допустим на дороге как как каждый суслику ся на поле агроном да то есть он также себя ведет начальство там на дороге если он кого-то останавливает это до безумия доходит то разок у меня один из правительства человек и знакомый у него как бы ну то есть у него есть своя зона управления министр чего-то определенное не буду говорить вот и разок его милиционер останавливает и начинает с ним разговаривать как с пацаном хотя тот был не прав этот милиционер он просто его остановил играть слушай я отпаздываю на правительственное собрание но объяснит не слушает ему пришлось звонить генералу знакомую милиции чтоб тот его успокоил дошло ну то есть почему так с человек себя ведет потому что его природа как бы руководить природа такая понимаете что это значит сейчас вам объясню представляете природа человека и его природа она высвечивает через все и она не связана никак с разумом она это просто разум потом в этой природе начинает жить но природа человека это разум застывший во всем существовании человека но допустим приведу пример допустим рождается маленький ребенок и он по природе ученый первый взгляд этого ребенка на этот мир как он смотрит на этот мир он смотрит так спокойно отстраненно внимательно изучает все так хорошо я все понял ну то есть понимаете он смотрит как мудрецы родители думают о ничего себе они думают что он так они не понимают что там у него голове происходит он просто так воспринимать мир он ничего там еще не происходит он маленький ребенок он даже думать толком не может но они видят его глазах мудрость почему потому что это его способ существования природа человека это его способ существования его способ существования наблюдать делать выводы постигать и потом передавать это другим понимаете теперь рождается второй категории ребенок открывает глаза первый взгляд такой в чем дело кто такие надо делать все правильно маленький ребенок такой принципиальная жизненная позиция уже он еще грудной ребенок вообще и он чуть напугается он орет плачет но когда он нормальном состоянии принципиально жизненная позиция на всех смотрит строго кто такой то такая или мама допустим сисью не дает он в чем дело будешь наказана вот понимаете мама будет наказана сисью не дала в чем дело как бы понимаете то есть такая жизненная позиция этого ребенка почему потому что вот ему всего там несколько месяцев а год назад именно столько времени нужно для того чтобы сменить тело он был директором завода и он еще не успел забыть это понимать и вряд ли забудет потому что это его природа он так соткан понимаете и когда ему подрастает ему три года чем он занимается он ходит всеми командует а если кто-то не согласен с ним воюет потому что если первой категории люди они по природе очень терпеливые сострадательные они как бы то у них очень сильная такая позиция чистоты честности то второй категории дети или люди они очень храбрые способны сражаться то есть способны доказывать свое способны держать власть у них очень сильное чувство собственного достоинства понимаете они очень сильно ярко себя проявляют жизни такие люди ученые могут скромно себя вести но при этом они очень разумные у них именно в плане понимания жизни вот но при этом они у них нет власти то есть они ну как бы не руководят людьми они просто дают знания но вторая категория это люди лидеры в обществе третьей категории когда ребенок рождается потому что третьей категории зарабатывать деньги или бизнесмен это такой человек который через связи через отношения живет и поэтому для него его жизненная позиция это дружба со всеми и он понимаете он открывает глаза такой и все таки ой какой хороший все начинают с ними дружиться потом проходит время все знают что этот хороший у него также есть свои цели вот допустим он марками начинал начал допустим марки как бы обменивать и всем горит смотри какая хорошая марка давай вот я с тобой поменять и потом у него оказывается самой хорошей марки я просто пример привожу и свои друзей начал там одни марки там менять и потом он свою коллекцию показал все обалдели он ни одной марки не купил он просто через дружбу всех лапошил все ему отдавали самое лучшее потому что он такой человек ему невозможно не отдать это бизнесмен ну то есть у бизнесмена в характере есть такое что он имеет право перед богом чуть-чуть извлекать прибыль из всего имеет право но при этом смотрите этот человек по природе очень щедрый он может что-то людям легко отдать понимаете то есть он может что-то сделать для людей легко у нее щедрое сердце вот допустим у каждой природы есть своя зона щедрости вот зона щедрости бизнесмена это благотворительность зона щедрости руководителя это забота о людях то есть ему нравится заботиться о людях зона щедрости ученого это Это давать людям знания, менять их жизнь. Зона щедрости творческого человека – это дарить людям то, что он сам делает своими руками. Это вот у каждого человека есть зона своей щедрости. Ну, то есть это и есть его природа. Вот, допустим, маленький ребенок играется в машинку. И его спрашивают, зачем ты вот строишь дом? И он говорит, я строю дом для того, чтобы все были богатыми, счастливыми. Значит, и у природы бизнесмен. Если он говорит, а мне нравится строить дом, значит, и вот четвертая категория. А если он говорит, я строю дом, чтобы никто не смог на нас напасть, у нас будет своя крепость. То есть это значит, что он руководитель по природе. А если он говорит, я строю дом для того, чтобы все люди получили возможность жить хорошо, допустим, и там начинают рассуждать, то это значит, что он ученый по природе. Какие качества характера у ученого? Первая категория. Какие плюсы, какие минусы? Минусы. Две вещи. Первое. Гордость своими познаниями. Второе. Кориализм. Ну, то есть желание. Там человек ради, то есть он ради диссертации развивается, ради того, чтобы его все... То есть ради популярности, славы, понимаете? То есть слава, популярность, гордость являются основными недостатками людей первой категории. То есть если они пошли к популярности, если они карьеризмом, там научным начинают заниматься, для них диссертация важнее, чем знание. Это значит, что этот человек деградировал. Это категория, это разрушение для него. То же самое, если он гордится своими познаниями, к собой, то типа, ну кто вы такие? Я там такой, это такой, а вы кто? То есть это означает, что он тоже уже не алё. Ну, то есть, ну, разум у этого человека уже испортился, протух. То есть ему надо восстанавливаться для того, чтобы стать успешным. То есть кто такой успешный человек первой категории? Это человек, у которого честность очень выражена, смирение. То есть он считает себя слугой людей, заботится о людях. Дальше у него выражено терпение и аскетизм. Он очень аскетичный, черпеливый человек. Он бескорыстный по природе. То есть для него знание выше, чем деньги и выше, чем положение в обществе и так далее. Таким был Ломоносов. Вот качество, если характера брать, то есть, ну, то есть, это есть выдающиеся люди, допустим, которые всё отдавали. Или таким был, допустим, Ибн Сина Авицен, который свою жизнь отдал ради медицинской науки. Ну, то есть, есть много примеров таких вот людей, которые отдавали свою жизнь там ради людей. Ну, это настоящие счастливые люди первой категории. Второй категории, какие качества характера, какие недостатки. А, преимущество первой категории, я сказал, да, это сострадание к людям, глубокое познание мира там и так далее. Второй категории, правители, какие недостатки. Гнев, жестокость и властолюбие. Желание, как бы, наслаждаться властью, гнев, жестокость. Стремление к деньгам разрушает первую категорию людей. Есть недостатки, а есть разрушительные вещи. Допустим, если второй категории, если человек увлекается противоположным полом, или увлекается деньгами, или увлекается каким-то обманом каким-то, то он разрушается как правитель. Поэтому в этом 17 мгновении весны, да, там характеристика, характер энергический, стойкий, порочных связей не имеет. То есть признак правителя, человека, который должен быть успешным в этой категории. Какие преимущества второй категории людей? Природно склонны заботиться о людях, защищать людей от всех опасностей, то есть покровительствовать людям, давать им возможности жить нормально, то есть стабильность жизни давать им и так далее. То есть этот человек, как отец, он как бы, он дает людям возможности нормально жить. Это правитель настоящий. Какие качества характера у правителя второй категории? Эти люди имеют следующие качества характера. Они имеют очень сильную жизненную позицию, они всегда стремятся к высокому статусу в обществе, поэтому и одеваются статусно. Кстати, вот по женщинам легко понять, какой категории женщина. Первой категории женщина одевается чистоплотно и очень так культурно, и опрятно, но не вычурно. На второй категории женщина одевается очень светский, сильный стиль одежды. Третьей категории женщина одевается очень модно и ярко, а четвертой категории женщина одевается индивидуально, не так, как все. Понятно? Вот, допустим, вторая категория, она не одевается индивидуально, она одевается так, чтобы было очень влиятельно. Третья категория, она одевается не тоже не индивидуально, а чтобы модно было. Первая категория, она одевается так, чтобы было как-то культурно и приятно посмотреть, понимать, не сильно вычурно. От четвертой категории одевается так, как ей хочется. Понимаете, да? Итак, второй категории человек, характер смелый, властный, волевой, яркий, яркий личность, сильный физически и психически, способный преодолевать трудности, проницательный, видит людей, знает, как к кому относиться. Природно уважает старших, склонен к уважению к старшим и снисходительности к младшим. Всегда стремится быть лидером, завоевывать власть. Никогда не упускает власть, не отдает чужие руки. Вот. Сражается за свое право быть старшим. Конкурирует с другими, которые хотят быть старшим. Ну, четвертая категория, третья категория люди. Какие природные недостатки? Жадность, хитрость, изворотливость и легкий стиль поведения. Они такие, как эти, танцоры. Танцуют всегда. Что-то вдумывает свое, что-то всегда показывает, что... Ну, его понять невозможно, что он хочет. Это как бы такой недостатки. Жадность, хитрость и такое легкое поведение. Такое стильное, легкое поведение. Такое, типа, мы тут ни при чем. Вот. Какие преимущества? Этот человек имеет природную способность дружить с людьми. Он склонен заботиться о людях. Очень щедрый человек по природе. Несмотря на жадность, это, видите, сочетается интересно. Он щедрый в тех случаях, когда он любит людей. Если любит, он готов все им отдать. Дальше. Какие качества, характеры этого человека? Расчетливость. Он знает точно. Проницательность. Он видит, где прибыль, где выгода. То есть он четко знает, где он может извлечь прибыль. Вот. Этот человек сдержанный, терпеливый. Он ждет свои моменты, не упускает. Проницательный в том плане, что он может так говорить, что кажется, что это правда. А на самом деле нет. Ну, то есть он как бы знает, как разговаривает с людьми. Он психолог по природе. То есть он играет в определенный стиль, в определенное поведение. Вот. Какие качества характера четвертой категории? Какие недостатки? Недостатком может быть неуважение старших, и независимость, и лень. Это разрушает жизнь четвертой категории людей. Какие преимущества? Послушание, наоборот, противоположное качество, трудолюбие, и творческие наклонности, способности. Я вам вкратце рассказал о четырех природах разума, множествах видов природы ума, и четырех видов эмоций. Теперь давайте совместим это с развитием человека. Эмоциональный уровень развития означает хобби. Развитие на уровне ума означает деятельность по своим способностям. Развитие на уровне разума означает, включается природа человека. Она включается, когда у человека есть миссия перед обществом, и когда он хочет себя людям отдать на всеобщее благо. И четвертый уровень развития находится выше чувств, ума и разума. Человек, который на уровне души находится, становится для всех наставником, и находится выше всех других категорий. То есть, другими словами, он выше хобби, выше способности, выше природы человека, он просто для всех старший. Не важно в чем, он может быть старший, как врач, всех учит медицине, старший, как бизнесмен, всех учит бизнесу. там, допустим, вот этот вот Стивен Джобс, он в конце жизни стал старшим, он начал, как бизнесмен, начал обучать всех успешному бизнесу. То есть, он достиг такого понимания. мы с вами вчера говорили о том, что счастье человека достигается в результате его развития. То есть, на первой стадии развития человек должен включиться просто как личность в жизнь, означает, для женщины это творческая сила, то есть, желание жить, женское желание жить, означает учиться в любви себя проявлять, творчестве. Вторая стадия развития для женщины это семейная жизнь. Третья стадия развития для женщины это ее природа, то есть, она в социуме начинает делать то, что всем приносит счастье ей. И четвертая стадия это мудрец. Первое, на первой, сначала мужчина должен включиться как личность, должен включиться в жизнь, поэтому он должен перестать стать ватрушкой, должен сначала физические усилия работать над своим телом, то есть, он должен стать физически таким выносливым, сильным человеком. Потом дальше у него включаются творческие способности, он начинает действовать на уровне хобби, потом постепенно выходит на уровень способностей, потом дальше выходит на уровне своей природы и заканчивает свое развитие как наставник, как старший. Какие вехи как бы в жизни? Если женщина творчески включилась, значит, она перестала быть мечтательницей и вышла на уровне хобби, ну то есть, она начала мастерить, писать, петь, ну и стала красивой, сильной девушкой. Это значит, что она скоро выйдет замуж. Вышла замуж, родила детей, вышла на следующую стадию, захотелось что-то сделать полезное для людей. Вышла на стадию общества. Как выйти на стадии, допустим, своего предназначения женщине, после того, как она, допустим, уже себя развила как личность в семейной жизни? Для этого она должна, для того, чтобы переключиться со стадии хобби на стадию семейной жизни, она должна принять ответственность за свою жизнь. Она должна перестать жить просто для себя, потому что женщины часто не могут выйти замуж по одной очень интересной причине. Женщина хочет выйти замуж, но не может. И причина такая. Полюбить тебя уж не хватит сил, мне одной теперь хорошо, где ты раньше был, где ты раньше был, что так поздно ко мне ты пришел. Понимаете, то есть одно теперь хорошо. Вот если женщина находится на этой стадии хобби, и у нее все нравится, она творческая, и женщина всегда, она наслаждается жизнью, ей фактически всегда самой с собой хорошо. Если ее еще кто-то кормит, так вообще супер. Вот. Понимаете, мне одной теперь хорошо означает замуж никогда не выйдешь. Потому что мужик это кто такой? Женщина кто такая? Она гармоничная, нежная, ласковая, то есть она как бы лучшая половина человечества. А мужик кто такой? Он постоянно что-то добивается, что-то хочет, что-то меняет. Это деструктивная половина человечества. Та, которую трудно выдержать, понимаете? Поэтому женщина, когда она так мечтает, думает, у нее какой-то недеструктивный мужик будет. Но мужики все одинаковые, понимаете? Когда она с каким-то начинает встречаться, потом подходит ко мне и говорит, Олег Иванович, я не знаю, выходить мне замуж или нет. Почему? Потому что он не женщина же. С ним жить тяжело с мужиком. И она это чувствует с самого начала. И вот одно теперь хорошо, вот это надо перейти, понимаете, через эту стадию, чтобы замуж выйти. Взять ответственность за свою жизнь в этом плане. И тогда выйди замуж. Перестать быть мечтательницей тоже. Потому что женщина думает, что ей вот положено лучше, чем этот вот Алеша. Понимаете? А вот как раз тебе наоборот как бы не положено лучше. Если за Алешу не выйдешь, то вообще за Васю придется выходить. Ну я как бы так это. Не то, что Алеша лучше, чем Вася. Просто шучу. Не обращать внимания. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что на всех веках надо что-то делать. Вот допустим, хочешь быть не мечтательницей, тогда растормозись, начни что-то делать творческое. Хочешь замуж, тогда пойми, что твоя вот эта вот вальяжная жизнь закончена. теперь тебе придется напрягаться. Дальше хочешь, женщина иногда ко мне подходит, Олег Геннадьевич, что-то я в семье уже запеклась, замучилась дома, ну хочу что-то вот для людей сделать хорошее. Я говорю, замечательно, если хочешь, тогда начни молитву, работу над собой, потому что ты хочешь перепрыгнуть с уровня способностей на уровне разума. А на уровне разума женщина означает развитая женщина. То есть если ты как бы развила себя как личность, хорошо, теперь ты всем нужна как лидер общества, иди и сделай что-то полезное для людей. Все люди, которые достигают своей природы, даже самой четвертой категории, они все лидеры общества, они все очень полезные, ценные люди в обществе. И тогда она переходит, если начинает работать над собой на третий уровень. Мужчина, какие вехи. Первое, сначала надо просто бегать, начать зарядку делать, пойти в бокс, чтобы тебе там морду набили, чтобы ты немножко растормозился. Вот. Ну, стань мужиком. Дальше сразу растормозил, сразу начал творчески действовать, чтобы с творческой активности перейти на деятельность по своей природе. Мужчине надо закрепиться в какой-то деятельности и полюбить труд. Труд полюбил, можешь жениться теперь, потому что жена скажет, иди с котиной работать, хватит тебе дурью заниматься. Ну, то есть, детей кормить надо. Вот. Ну, то есть, она его заставит родину любить, понимаете, и дальше он пойдет работать, потому что, куда деваться, ну, что делать. И он пойдет работать, и постепенно в деятельности, в этой работе он поймет, где ему работать лучше. Это значит, что он выходит на уровень своих способностей. А чтобы с уровня способностей перепрыгнуть, как люди ко мне подходят, говорит, Олег Геннадьевич, работа хорошая, все нормально, устаю там, чего-то счастья нет в жизни. Начни заниматься духовной практикой, работай над собой, молитва, развитие, изучай, как правильно жить. И когда у тебя разум станет сильным, сильнее, чем желание денег, у тебя станет разум, когда сильнее, чем желание денег или самосохранение в жизни, тогда ты сможешь заняться деятельностью по своей природе. Но понимаете, разум сильный не означает, что типа, да пошли все нафиг, я хочу по своей природе заниматься деятельностью. Я пойду преподавать йогу, это моя природа. Мне так человек говорит. Я говорю, а денежки там у тебя будут? Неважно. Мы потерпим с женой, надо же по своей природе жить. А жена как считает? А жена пока никак не считает, мне так кажется. А жена, между прочим, считает очень четко, что мы не потерпим. Понимаете, то есть человек по барабану, что там семья будет есть? Главное по своей природе заниматься. Будет йога давать деньги или нет, не важно. Важно, чтобы по своей природе. Потом хорошо, у него дошло до него, мозги вставили на место. Он говорит, Олег Геннадьевич, а как йогой заниматься, чтобы деньги были? Я говорю, для этого у тебя должно быть в башке больше. Развивайся как личность. Придет время, и деятельность по твоей природе будет давать тебе деньги. И тогда можешь переходить на этот этап. А если ты мечтатель, тогда какой смысл? Работай по своим способностям тогда. Понимаете, сильное развитие разума означает успешность человека в этой деятельности, которая ему нравится, и которая людям тоже приносит счастье. Но до этого ты должен по способностям работать. Так человек должен жить. А развитие означает духовное развитие. Духовное развитие означает волевая сила, нравственная сила, благочестие человека, сильное понимание смысла жизни, сильная способность побеждать судьбу, сильная способность приковываться памятью к молитве, сильная способность побеждать болезни, сильная способность прибеждать, принимать близких людей, сильная устойчивость к личной жизни, сильная способность помогать детям. Это все означает сильный разум. Если у вас нет устойчивости в личной жизни, нет устойчивости в молитве, нет устойчивости в своем здоровье. Значит, разум слабый. Значит, действуйте, работайте по своим способностям. Не дергайтесь пока. Итак, самое главное в жизни человека это отвлечься от своих забот. И начать учиться любить природу, любить людей, любить Бога. Потому что самая главная проблема в жизни человека, любого человека, это истощение. Все люди живут в суете и постоянном беспокойстве. Это суета и беспокойство выматывает человека, истощает. Делает его больным, слабым и неуспешным, неудачливым. И курсы по успешной жизни вам не помогут. потому что они вас не учат быть сильными, они вас учат техники достижения успеха. Вот представьте, допустим, дистрофику рассказывают, как ему прыгать в высоту. Ну, какой смысл? Он даже разбежаться не может, понимаете, потому что он дистрофик, у него сил нет. А ему рассказывают, он слушает, записывает, большие деньги заплатил, как научиться прыгать в высоту. Понимаете? Ему не рассказывают о том, что у него сил нет. Он, понимаете, он когда побежит прыгать в высоту, он будет башкой как бы ударяться о пол. И это будет называться бег с препятствием. Он ползти будет башкой о пол. Бег с препятствием. Чтобы потом прыгнуть в высоту. Это просто иллюзия. Понимаете? Просто иллюзия. И так люди приходят на всякие курсы по лидерству. Понимаете, чтобы курсы по лидерству проходили, ты сначала лидером ставь. Лидер означает человек, который достиг развития своей природы, то есть он стал разумным, сильным, как личность. И тогда он может действовать по своей природе, быть счастливым в деятельности, а до этого он должен терпеть то, что Бог дал. Или, допустим, я хочу быть счастливым в личной жизни. Это тоже иллюзия. Понимаете? Все мечтают говорить я хочу счастья в личной жизни. Смотрите, схема очень простая. Все люди на земле не самодостаточные. Каждый человек хочет наслаждаться другим. Если два человека хотят наслаждаться сильно, а в личной жизни это сильное желание. Если люди сильно хотят друг другом наслаждаться, значит они будут сильно ранимыми. Это значит будут скандалы. Это неизбежно для каждого человека на земле. Поэтому не будьте в иллюзии. Если вы не смогли победить свое желание наслаждаться другим человеком, если вы не стали самодостаточным, не лейте эту надежду, что вы сейчас бросите своего мужичка или свою дурочку и найдете счастье. Понимаете, это все бессмысленно так думать. Бессмысленно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok